Здравствуйте! Вы смотрите Первый городской проект совещания. Сегодня поговорим об искусстве, о том, как оно может помогать, как оно может изменять жизнь и о том, как сегодня этим искусством, изобразительным искусством занимаются современные дети. В студии у нас художник, арт-терапевт, учитель 129-й школы и куратор арт-лаборатории при музее имени Ивана Авраменко Лобунский Анатолий. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, начнем, наверное, для начала об условиях для формирования креативной личности. Кривой Рог. Вроде бы все утверждают, что город промышленный. Мы часто общались здесь с музыкантами, выходцами из Кривого Рога, с музыкантами и театралами, которые работают в Кривом Роге. Вот сегодня хотелось бы поговорить о изобразительном искусстве. Насколько Кривой Рог силен в этом? Насколько современному Кривому Рогу и детям в Кривом Роге это интересно? Образование Кривого Рога на данный момент, я считаю, находится на очень высоком уровне. Появляется множество различных форм. Это как и государственные формы, так и частные инициативы. Если мы говорим о художественном образовании в Кривом Роге, то здесь мы рассматриваем как преподавание в общеобразовательных школах предмета рисования, искусства и интегрировано курсы искусства и художественной культуры. А в художных школах это еще история искусств. Сколько у нас художественных школ, к примеру, по городу? Ну, 13 музыкальных, 2 школы искусств и еще где-то около 3 художественных школ. В музыкальных школах сейчас, я так понимаю, тоже есть отделение? Во всех музыкальных школах Кривого Рога есть художественное отделение, полноценная художественная школа. Часто можно услышать от жителей, от обывателей Кривого Рога о том, что вот раньше были времена и учились лучше, результаты были лучше, дети лучше знали, не было там современных гаджетов, которые отвлекают. Вы же говорите совсем об обратном, о том, что может быть те, кто говорит это, не совсем привыкли к адаптированной новой системе, которая функционирует сейчас. Что сейчас за система и почему вы считаете, что сейчас мы стоим на каком-то пороге неких изменений? Мы, конечно, прошли многие процессы, в образовании происходит множество изменений, смотрите, как получается, интегрируют разные предметы, вот по изобразительному искусству тоже проходит интеграция. Но цель школы общеобразовательной всё-таки не научить изобразительному искусству, а приобщить. И знаете, я встречал детей разных в своей педагогической работе, и сказать могу то, что по своим наблюдениям, дети, которые успевают много, учатся много, они успевают и многое в будущем. Есть дети, которые просто ходят в школу, просто выполняют домашнее задание и жалуются на жизнь. Я же встречаю многих детей, которые успевают учиться в школах, в гимназиях, в лицеях, ходить в музыкалку, в художку, заниматься спортом. И эти дети, они показывают очень высокие результаты. То есть здесь уже, знаете, больше не школа определяет его успех, а отношение его родителей, отношение самого ребёнка к обучающему процессу. Тогда как подумать, как помыслить, если есть такие теории, что иногда успехами в большей степени могут похвастаться как раз троечники, а отличники работают у этих троечников на предприятиях? Эта идея существует и она рассматривается, можно сказать, о другом. Не самое главное только учиться. Просто учиться, тем более в школе. Человек в художной школе, во внешкольном образовании, в нашей арт-лаборатории, он может раскрывать себя, свои какие-то скрытые способности. И вот это вот, что в нём заложено, в будущем больше открывает его результативность. Если можно, расскажите более детально о том, что представляет из себя арт-лаборатория. Это чья идея и как это выглядит вообще? Арт-лаборатория находится в школе номер 120. Вообще наша школа находится на вечернем. Это общеобразовательная школа. Но на данный момент она находится в процессе и является опорной школой художно-эстетического цикла в Кривом Роге. Что в нашей школе есть особенного? Это музей-мастерская известного художника Ивана Авраменко, арт-галерея, которая расположена по всей рекреации школы, и арт-лаборатория, экспериментальное творческое пространство. Дети после занятий, это внешкольное образование, посещают наш специализированный кабинет. В нём устроены все условия для занятия творчеством, мольберты, столы, всеразличные художественные материалы. И после школы дети бегут, хотят, творят, создавать свои проекты, находиться в этом пространстве. Если можно более детально, как выглядят те самые занятия, сколько они длятся, как выбирает ребёнок, что-то постоянно определённое одно у него, так сказать, на уме в искусстве? Или он сегодня может заниматься рисованием, завтра песочной анимацией? Чем, вот если сравнивать с художественными школами города, отличается наша арт-лаборатория? Мы не ставим оценки. Это более свободное пространство, где ребёнок себя самовыражает. Приходят к нам дети разные, не обязательно те, которые умеют рисовать. Кто-то просто, приобщившись к искусству, начинает лучше учиться. Кто-то просто, приобщившись к каким-то изобразительным техникам, открывает в себе действительно талант художника. Программа состоит тоже из комплекса академического, там, где дети познают художественную грамоту, и творческих экспериментов. Эксперименты с цветом, эксперименты с граффити, эксперименты с песочной графикой, с видео. Сейчас эксперименты с компьютерной графикой. Мы приобщаем детей к современным техникам, чтобы они умели себя самовыражать. Изобразительное искусство, как урок в обычной школе. Хотел бы ваших услышать комментариев, потому что в последнее время слышу такие мнения, что музыку, изобразительное искусство не совсем правильно было бы оценивать конкретно в тех баллах, которые получают ученики за математику или физику. Так ли это? И вообще, нужно ли по вашей, ну такой, может быть, утопической теории, оценивать ребёнка как-либо, исходя из какой-то системы оценок? Общаясь в среде преподавателей изобразительного искусства, мы, конечно, видим тоже, что оценивать детей не нужно в этой сфере. Почему? Урок рисования в школе, он ставит целью здоровья, сберегающую технологию. Сберечь здоровье ребёнка, дать ему возможность немножко перевести силы, перекомпоновать свои эмоции, дать помощь ему в этом. И оценивать это глупо, потому что зачем оценивать то, что может быть непонятно для другого человека? Творчество — это же всё-таки самовыражение личности, внутреннего мира человека. И если он выражает это и видит так, как человек, как учитель, может это объективно полностью оценить. Ну, согласен, если даже взять какой-то современный дизайн и обычному из учителей показать, что, к примеру, ты хочешь нарисовать логотип для всем известной компании и рисуешь самое простое яблочко, откусанное сбоку, учитель скажет, что это просто, это никому не будет интересно, и мировая компания с мирными именем и с огромной капитализацией не может иметь такой примитивный и простой логотип. Так или нет? Так и есть. И смотрите, как ещё можно этот процесс. Учителя, что я хочу учителям сказать, особенно рисование города, надо меньше теоретизировать этот предмет. У меня дети с разных школ города просят, скажите, пожалуйста, это учителям. А что вы имеете в виду тут конкретного? Что происходит сейчас и что вы хотите изменить? Предмет рисования, он имеет свою структуру. Да, теоретический блок, актуализация опорных знаний, там, мотивация. Но есть же программа министерства. Есть программа министерства, и мы, в принципе, по ней работаем. Но подать эту программу можно же по-разному. Можно на теорию не столько времени дать, больше практическими занятиями вовлечь. И это проблемное, может быть, образование, когда ребёнок сам ищет ответы на эти вопросы. А что вы подразумеваете под теорией? Потому что я, честно говоря, свои уроки уже помню плохо, а как выглядят современные, пока ещё не знаю. Что такое теория вот в изобразительном искусстве, как предмете школьной программы? В любом предмете, изучая жанры искусства, виды искусства, есть теоретический блок. Его можно обработать быстро, дать основное и перейти к практике. То есть вы имеете в виду о том, что учителя много заставляют писать конспектов о том, как надо примерно рисовать, откуда должен подать. Конспекты не пишут, но много говорят некоторые учителя по рисованию. Поэтому лучше сделать акцент на творчестве, сделать акцент на взаимосвязи, на обратной связи между учителем-художником и изобразительным творчеством. Это будет эффективней. Но оценивать, я так понимаю, исходя из современной системы образования в Украине, все-таки приходится. Приходится, но мы не оцениваем низко. Нет задачи оценить низко человека. Мы в любом случае ему даем возможность доделать, исправить, проявить какую-то идею, сделать какой-то проект, и чтобы у него появлялся все-таки интерес. Эти знания на изобразительном предмете, вот особенно сейчас в 7 классе, преподается дизайн полгода. Это и визитки, это и сайт, ну он рисовочный больше, эскизы, да, концептуальные проекты. Это и приглашения, и плакаты на выставки, плакаты. Дети у меня, например, на уроках мы создаем такой проект. Они объединяются в группы, рисуют визитки, логотип, и в конце урока презентуют компанию. Свою компанию, которую они придумали, чем они торгуют, может быть, что-то производят, чем они помогают людям. И вот эта сейчас техника как раз решает ту задачу, которую мы в образовании Днепропетровской области задекларировали. Социализация личности. Сейчас мы вот этим занимаемся. Умея применить то, что они научились, это самое главное. Кто-то рисует, как говорят, от Бога. Вы, наверное, встречали таких людей, которые не ходили ни в какую школу искусств, не занимались толком даже этим в школе обычной, но вместе с этим могут нарисовать все, что угодно, спокойно и хорошо. А у меня вопрос такой. Можно ли научиться рисовать и насколько это важно для современного человека? И нужно ли это, если вроде бы оно и не идет ему с самого начала? Я убежден, что это необходимо делать. Я сейчас обучаюсь на курсах арт-терапии. И считаю, что учителя изобразительного творчества должны внедрять в свою работу эти техники. Работая с образами, мы как минимум даем человеку поработать с своим подсознанием, поработать со своей личностью и подрастить ее, вырастить. А рисовать, в принципе, ну есть такая идея, что рисовать может каждый, просто не каждый это развивает. Точно так же, как и говорить, точно так же, как и делать все остальное. И придя на занятия, вот сейчас в городе у нас развита также мастер-классы. Разные художники проводят мастер-классы для людей с детьми, со взрослыми. Мы в арт-лаборатории тоже этой программой сейчас занимаемся. Приходят, поработали, порисовали, где-то получили удовольствие, где-то создали идею. Почему руководитель приходит на курсы по живописи, например, масляной? Поработав с этими элементами, он может придумать какую-то новую крутую идею. Давайте поговорим о мировой практике в плане изучения в средней школе, в начальной школе именно изобразительного искусства. Немножко в историю вернемся. Я хочу от вас услышать важные акценты, наверное, для родителей, не только ваших учеников, но для родителей всего Кривого Рога. Используя какие-то, наверное, теории, общемировые практики, общемировые исторические практики, почему важно все-таки прикоснуться к прекрасному, к искусству? Если мы даже близко вспомним 19 век, то все люди умели рисовать. Это было необходимостью, вызванной историческими событиями. Врачи должны были передавать информацию, военные должны были чертить карты, делать чертежи. Все, кто был связан с экономикой, они должны были уметь рисовать. Если мы вспомним в Японию, в Японии все умеют рисовать, они различают множество оттенков, это поставлено на высочайшем уровне. Какая идея этого всего? Человек, умеющий рисовать, он будет более красиво видеть реальность, он будет работать на предприятии, выпускать красивую продукцию, он будет руководить государством, он будет это делать красиво, целостно, в гармонии с природой. Вот такая идея. Выпускать не Жигуля Лексус. Да, это точно. Хотел бы поговорить еще об одной вашей заслуге. Это Учитель года, 2015 год. Это была награда Кабинета Министров. Вкратце об этом конкурсе и о том, как обычному учителю из обычной школы Кривого Рога удалось получить столь высокую, достаточно педагогическую награду. Этот конкурс проходит каждые 4 года в разных номинациях. За всю историю существования Учитель года по рисованию Днепропетровскую область представляли учителя из Кривого Рога. Я один из этих трех, и мы доходили до финала. Я занял третье место и получил награду Кабинета Министров. Допуск – это для всех. Единственное, там нужно проявлять себя очень сильно, все свои знания пересматривать, концентрировать. Это как соревнование Олимпиада, можно в принципе сказать, потому что тут мобилизируются все твои ресурсы. Просто сначала проходит городской этап, областной, и уже область решает, кто поедет на Украину. И там ты демонстрируешь свои способности. Мы в этой студии встречались с вашим коллегой, учителем информатики, если я не ошибаюсь. Интересно то, что вы оба являетесь учителями школ Саксаганского района. Мало того, он тоже Учитель года по другому предмету, но ваши школы находятся через забор друг от друга. Примерно вашего возраста человек, вы, наверное, с ним знакомы. В чем успех тогда? Или это чистая случайность? Это не случайность, потому что, в принципе, нас методисты готовили к этому, нам помогали. И наши усилия, наши стремления во время обычной работы были путем к этому конкурсу. Я скажу честно, наверное, многие телезрители согласятся, что вот такие подходы, такие взгляды, как у вас, они не есть очень распространенными в школах. Больше школьный учитель — это такой консервативный подход. Как вы относитесь к этому в том, что ваши коллеги не настолько, как говорится, спят и видят работу свою? Мы стараемся работать с коллегами. Для этого мы проводим мастер-классы, городские семинары, всеукраинские семинары. К нам приезжают учителя со всего города в арт-лабораторию. Мы показываем, как можно работать с разными техниками, как лучше внедрять, а постоянно общаемся. Идет диалог на уровне методистов города разных районов. Вы меняете мировоззрение, коллег? Мы стараемся это делать. Потому что вы акцент поставили вначале на том, что меняется мир, и кто-то иногда не успевает за ним адаптироваться, и говорит, что все новое — это плохо иногда. Вот раньше были времена. Я хочу у вас спросить о взрослых людях. Насколько им интересно арт-терапия, арт-искусство и все остальное? Насколько люди уже в возрасте, ну, скажем так, за 30 хотят приобщиться к этому? Потому что, наблюдая, допустим, за социальными сетями, сейчас вот действительно, вы говорите, это модно. Где-то на каких-то психологических курсах, где-то кто-то ведет какие-то новые техники, и видишь, что туда приходит совсем не молодежь, а люди, ну, 30, 40 и выше возраст. Почему им это интересно? И нужно ли людей в этом возрасте обучать чему-то новому? Каждый взращивает свою личность в определенном возрасте. Кто-то доходит к этому раньше, кто-то позже, но у человека есть потребность тянуться к искусству. В любом случае, ее надо открывать, нужно идти к людям, кто этим занимается профессионально. Еще раз то, что человек, работая с образами, с внутренним миром, он открывает идеи, он открывает новые, кто-то бизнесы открывает. У меня есть примеры, когда люди обучались, рисовали у меня, да, потом сделали свое дело, и черпают оттуда идеи. В принципе, это интересно, это классно. Я каждому ученику своему говорю, давай смотреть, давай открывать, давай читать, что есть интересного в мире, как это мы можем использовать, посмотри, какая компания что открыла, как мы можем применить это к нашему учебному заведению. Поэтому все оно вместе. Сейчас очень много этих центров психологических, детских даже. Вот на рынок Кривого Рога вышла Академия Шаг, сейчас запускают Аристократ, вот компанию. Там они вообще интересно придумали сотрудничество с вузами, преподаватели вуза работают там и с детей обучают. Ну, а если возвращаться к школе, вот мне всегда было интересно, учитель, не обязательно учитель изобразительного искусства, ваши коллеги, они приходят к вам, допустим, на занятия там арт-терапией, для того, чтобы, может, где-то развеяться от каких-то своих забот. Потому что учитель достаточно сложная профессия, и профессия такая, как мы видим сейчас на рынке труда, нужно и в профессии учитель постоянно учиться чему-то новому. Медики учатся, медики ездят на семинары, смотрят там о новых каких-то технологиях и всего остального. Полиция поменялась с ног на голову, все перевернулось. Учитель должен адаптироваться к этому процессу, и как помогает ему в этом арт-терапии? Конечно, адаптироваться должен, как и все остальные люди к новому миру. Арт-терапия мы проводим для наших учителей на собраниях, на педсоветах, можно сказать, какие-то элементы арт-терапии. Тоже показываем, как можно работать с той техникой, с той техникой, как применить. На методических районных, городских собраниях вызывают психологов, приглашают. Они тоже проводят, всем рассказывают, всем показывают. Другое дело, что это еще от учителя идет. Есть достаточное количество учителей, молодых, зрелых. Я не скажу, что молодые перспективнее, чем другие. Потому что есть люди в возрасте, и они фору всем дадут, и мы у них учимся, и это очень важно. Поэтому меняться нужно, необходимо, и ездить на все семинары. Здесь уже от учителя идет его цель. Существуют онлайн-конференции. Я вот недавно проходил по арт-терапии международную онлайн-конференцию. Это было мое желание. Я записался, ее прошел. Сейчас осмысливаю за лето некоторые техники, новые знания, которые будем применять в следующем учебном году и делиться. Ну что ж, на этом ставим точку. 20 минут, к сожалению, мы исчерпали, которые у нас есть для прямого эфира. Приятно было побеседовать, узнать что-то новое в искусстве. И ваш такой задор и энергетика, я думаю, только в плюс будут всем тем, кто приходит на ваши занятия, все, кто живут и творят вместе с вами. Художник, арт-терапевт, учитель школы номер 120, которая находится в Саксаганском районе, куратор арт-лаборатории при музее Ивана Абраменко, еще и учитель года 2015. Анатолий Лобунский был в эфире проекта «Совещание». Беседовали сегодня о современном детском и взрослом искусстве, как оно помогает лечить душу и создавать хорошее настроение. Вам хорошего настроения желаю, хорошего вечера, всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова